Девушки отдыхают Чувствуете себя абсолютным гением прямо сейчас? От этого чувство сносит башню, не так ли? А нашу эйфорию поддерживают рэперы и звезды Игры Престолов. Сегодня я хочу рассмотреть все факторы того, достигли биткоин-вершины на краткосрочных и долгосрочных таймфреймах. Это будут и фундаментальные, и технические факторы. Хочу сделать это для того, чтобы ответить на самый популярный вопрос. Настало ли время продавать биткоин? А то мало ли, вдруг вы сейчас сидите и думаете, вот бы продать все свои биткоины. Мы посмотрим любые перспективы. Но, предупреждаю, если это те вопросы, что вы задаете себе постоянно в последнее время, вы можете оказаться не готовы услышать эту правду. Но я уверяю вас, под конец этого видео вы точно будете готовы. Но если нет, что ж, по крайней мере вы увидите поющего кота. И хотя предсказывать будущее движения цены криптовалют занятия явно не с благодарных, я все-таки начну. Этот график я уже показывал вам вчера. Я просто забыл уточнить, что общее количество биткоинов на биржах не только падает с начала года, но и делает это с ускорением под конец года. Почему? Неужели люди начинают бояться того, что могут случайно сделать что-то не то со своими биткоинами, когда они лежат на бирже? Например, продать. Есть множество причин, почему это происходит. Но главный вывод, кто бы не покупал биткоин сейчас, он не планирует продавать его быстро. С этим не поспоришь, об этом говорят данные. А что насчет майнеров? Мы видим, что они разгружали свои камазы со свеженькими биткоинами очень агрессивно в 2017. Настолько агрессивно, что на пике рынка у них осталось не так много биткоинов для продажи, хотя и тогда они пытались что-то там попродавать из своих остатков. С тех пор их накопление здесь и продажи здесь оказались неплохими индикаторами общего направления рынка. Сейчас они продают умеренное количество биткоинов. Но как мы видели в прошлом, они могут продавать в 2-3 раза активнее, когда их настроение становится совершенно медвежьим. Я знаю, некоторые люди думают, что это неплохой индикатор. И скорее всего он получше, чем многие другие. Но лично я считаю, что многие майнеры, держа в руках такую силу, даже не до конца понимают, что именно они делают на самом-то деле. А что же нам говорит технический анализ? Я знаю, сейчас многие смотрят на RSI, индекс относительно силы биткоина. И я немного обеспокоен им тоже, ведь он находится практически на своих исторических вершинах. Если мы посмотрим на прошлые ситуации, то увидим, что когда RSI был настолько высоким, биткоин брал передышки перед тем, как снова начинать расти. Ну как бы да. Но вообще-то и нет. На самом деле, во время буллрана такие высокие значения RSI – это нормальная практика, причем продолжаться это может очень долго. Именно поэтому во время буллрана высокие значения RSI становятся признаком силы рынка, а не его слабости. Вот вам пример Теслы с октября по март. 124 дня перекупленного RSI, или же 4 месяца. Это очень много. И этот киллинг-спри прекратил только март, когда абсолютно весь рынок обрушился из-за пандемических локдаунов. Что касается суточных объемов, по ним мы можем увидеть то, что крупные игроки делают интересные вещи. Какова их логика вообще? Им нужны объемы капитуляции, чтобы безопасно купить, и объемы эйфории, чтобы удачно продать. На данный момент торговые объемы совсем небольшие. Сравните их с объемами капитуляции и эйфории. Сегодняшние объемы совершенно не указывают на то, что биткоин достиг своего пика. Однако я не собираюсь приукрашать вещи, или делать реальность лучше, чем она есть. Несмотря на то, что объемы на это не указывают, и принято обсуждать только китов, которые покупают, есть и те, что продают. Согласно индикатору, который называется Exchange Whale Ratio, и который был разработан для того, чтобы определять, где киты массово накапливают, а где массово продают, мы видим, что именно в этот момент они продают. Видимо, по этой же причине биткоин вчера откатился на полторы тысячи долларов, и сегодня его рост застопорился. По крайней мере, на тот момент, когда я пишу этот сценарий. Возможно, за это время все успело сто раз поменяться, это же биткоин, тем более сейчас такие волатильные времена. Есть еще такой индикатор, как Aggregated Funding Rate. Математика за ним достаточно сложная, поэтому простыми словами, это совокупная ставка финансирования со всех бирж, что показывает нам глобальную картину настроения трейдеров и инвесторов. Сейчас эта картина рисует нам эйфорию, вы сами видите, по крайней мере, насчет деривативов. Делать было нечего, я поигрался с настройками и заметил, что больше всего искажает результаты именно BuyBit. Есть такая биржа, похоже, там не самые лучшие трейдеры собрались. И хотя я не сторонник теории о том, что пузырь может лопнуть за секунду сразу на 50-80%, я все же достаточно адекватен, чтобы признать, волатильность это то, с чем крипторынок не расстается. Однако многочисленные анчейн индикаторы, которые вы бы хотели увидеть в таком случае, все еще не указывают на коррекцию таких масштабов. Но мы видели эти настроения на рынках множество раз в прошлом. Как только все становятся максимально бычьими, наступает время бояться. Так что я был бы определенно более внимательным сейчас. Но давайте я скажу вам правду, о которой предупреждал в начале видео. Я говорил, она может вам не понравиться. Почему прыжки на краткосроке не играют роли? Почему вопрос, когда продавать биткоин, ошибочен? И почему настоящий пик биткоина, это не то, что мы сейчас наблюдаем, а что-то намного, намного выше? Чтобы кто-то со стороны смог понять такое мнение, ему нужно понять, какую проблему биткоин решает прямо сейчас. Когда он это поймет, он скажет, да, биткоин это лучшее изобретение за всю историю. И я не говорю сейчас о его сравнении с такими изобретениями, как смартфоны, например. Хотя автор этого поста в инстаграме сравнивает. Нет, я сравниваю биткоин с такими изобретениями, как пенициллин, колесо, да даже огонь. Ну, наверное, здесь я переборщил, но правда в том, что вся существующая финансовая система заточена против вас. И вот это уже не гипербола. Более того, об этом нас даже не учат в школе. И неудивительно. Думаете, что это просто заговор? И что я подался в конспирологи? Весь мир ложь, а правда в стоге сена иголочка. Меня зовут Богатейший Ди, сейчас разложу всё по полочкам. Блин, как-то плохо на меня влияют рэп-клипы. Ну да ладно. Есть интересный сайт, который называется «Что за дичь случилась в 1971 году?». Он использует информацию Соединённых Штатов, но на самом деле, если вы не поленитесь, вы обнаружите, что это актуально для всего остального мира. С 1948 по 1971 количество денег, которые вы зарабатывали, было прямо пропорционально количеству ценностей, которую вы генерировали. А затем всё изменилось. Количество зарабатываемых денег растёт, ну прямо, очень неохотно, в то время как генерируемая ценность абсолютно взрывается. Это плохо, но не ужасно. То, что делает этот вопрос большой проблемой, это то, что и в других системах происходит то же самое. Например, графики цены электричества и еды. Все они просто взрываются покруче, чем акции во время какого-нибудь пузыря. Цены на жильё, на примере Нью-Йорка и Бостона. Мы видим, что доходы семей хоть и растут, но совсем не так быстро, как эти цены. Есть такая вещь, как индекс недоступности жилья. С его помощью можно оценивать количество средних доходов, необходимых для покупки жилья. Я хотел проверить его для Украины, но у нас он не используется. Видимо, он у нас настолько высокий, что решили его не использовать, чтобы не пугать население. Зато есть информация, например, для Великобритании. Итак, в 1995 году жильё стоило как 4,4 средних доходов семьи. В 2012 году это уже 12,2. В столице Австралии, например, за 25 лет жильё выросло так, что нужно уже в 27 раз больше средних доходов, чтобы его купить. Погнали блиц. Стоимость образования становится просто невероятной. Количество людей, живущих за счёт талонов на еду, тоже растёт. Федеральные долги взрываются. Печатание денег достигло безумных масштабов. Страхование здоровья растёт и так далее и тому подобное. Представьте себе, куда мы придём через 30 лет, через 40 лет. Довольно мрачная перспектива, не так ли? Так что конкретно произошло в 1971? Я приехал на экономический форум с этим вопросом и вместе с Кристиной Лагард, директором МВФ, мы поднимали варианты. Возможно, это год дерегуляции в банковской системе Великобритании? Ну нет. Может быть, это год беспорядков в Польской Народной Республике? Да при чём тут это вообще? Или же, это год, когда Никсон отменил золотой стандарт? Точно, вот он ответ. До этого года все фиатные деньги обязаны были иметь золотой резерв за каждым новым напечатанным фантиком. Вы наверняка в курсе этого. И многие люди, которые не особо интересуются, тоже должны это знать. Но вот большое влияние этого на всю нашу последовавшую после 1971 года жизнь проскользнуло мимо внимания большинства. Ведь, к сожалению, школа удерживает во мраке множество важных вещей. Вы ждёте гиперинфляции? Правда в том, что мы уже живём в ней. Ситуация смешна ещё и тем, что для отсрочки чего-то неизбежного финансовая система делает то, что усугубляет положение вещей, но не решает проблем. Может поэтому я жду слишком многого от Джуди Шалтон, который обещает нам новый золотой стандарт на основе криптовалюты. Возможно поэтому я становлюсь из максималиста, сектантом биткоина. Но самым важным выводом всего этого, безобразного безобразия, является то, что вы должны держать активы. Не влезайте в долги как можно дольше. Держите любые активы. Золото. Дома. Биткоин. Но биткоин уникальнее и интереснее. Большая часть золота торгуется только в бумажном виде. А сейчас особенно. Рынки недвижимости и акции неплохи, но они очень сильно привязаны и связаны с системой, которую мы только что обсуждали. Я не могу видеть будущее, поэтому перспектива, обрисованная мною, только лишь предположение на основе информации, которую я получаю. Зато я точно знаю следующее. Федеральный дефицит, как процент от ВВП в США, находится на отметках Первой мировой и при этом продолжает падать. Количество стран, которые переживают финансовые и банковские кризисы, растет. И лишь один актив сегодня существует, который даже дефицитнее золота, который намного проще купить, чем золото именно в физическом виде и который никак не привязан к экономикам любой существующей страны. И это, конечно же, Ripple XRP. Шучу, шучу. Биткоин. За исключением только периода золотого стандарта, практически все правительства в истории использовали свое исключительное право выпуска денег с целью обмануть и ограбить народ. Я не верю, что у нас когда-нибудь снова появятся хорошие деньги, прежде чем мы заберем контроль из рук правительства. Конечно, мы не можем сделать это насильственно. Все, что мы можем сделать, это придумать какой-то хитрый обход, чтобы вести то, что они не смогут остановить. Фридрих, мы уже придумали этот способ. Итак, после всего сказанного, возвращаемся к названию видео, стоит ли продавать биткоин. После всего услышанного, почему кто-то когда-либо захочет избавиться от своего биткоина. Конечно, им никто не мешает продавать дороже, покупать дешевле и накопить еще больше биткоинов, потому что они наверняка хотят держать столько биткоинов, сколько смогут накопить. И чем больше, тем лучше. Но сейчас потенциальные прибыли от трейдинга недостойны риска, ведь, честно говоря, с каждым днем становится все труднее накапливать активы, в частности и биткоин. И приходится накапливать сейчас, пока еще не слишком поздно. Почему может быть поздно? Я рассказал во вчерашнем ролике. Ссылка в описании. А меня зовут Богатейщий Ди, надеюсь, вы правильно поняли мое сообщение. Если это так, поставьте лайк, давайте наберем хотя бы 4000 лайков под этим видео. А также подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте, обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok